Меня зовут Кириллова Дарья, я являюсь мастером проекта «Атлан-2020». Белорусские студенческие отряды — это же не просто 57 лет истории, это часть жизни многих ребят, бойцов, это история, традиции, будущее, опыт и первый заработок. Не могли бы вы поделиться своим опытом работы в студенческих отрядах и на что вы потратили свои первые заработанные там деньги? У меня есть и горький опыт студенческого отряда, негативный участие и очень положительный. Первый свой студенческий отряд, он был после первого курса у меня, мы поехали на стройку и строили на селе детскую школу. Какое-то время я там работал, но организация была такая, что нам и не платили, и организации не было никакой. Я плюнул и уехал работать домой и создал студенческий отряд и школьников. У себя в местном сельскохозяйственном предприятии я собрал детей 9-10 класса, тогда 10-10 летка была, старших, и мы на складах в одном из хозяйств бетонировали полы. И 20 человек или 25 у меня было этих детей. Они так были довольны, и для меня это был хороший опыт, поскольку я в педуниверситете учился. Был хороший опыт работы с этими ребятами, заработали хорошие деньги. Но за это я очень сильно получил в университете, за то, что бросил и уехал работать в колхоз. На следующий год, это уже после второго курса, я работал на мелиорации, мелиоративный студенческий отряд. Нас было, по-моему, 30 человек. Колоссальный опыт. Даже с того первого студенческого отряда я вынес главное. Я научился осуществлять кладку. Ну, кирпичи в стенку выкладывать, притом ровно, по отвесу. Меня это научили за несколько дней, которые я там работал. Но вот с мелиоративного отряда я все помню в деталях. И мы заработали тогда очень много. Мы заработали, ну, если в доллары перевести, по тому курсу, где-то около 300 долларов. Поэтому оделся, обулся и книжек еще закупил. Вот это был мой опыт, и тратил я деньги именно на это. Потому что мать работала дояркой, одна мать. Ну, какие там были деньги? Никакие. Поэтому я старался как можно больше заработать деньги в этот третий семестр, как он у нас назывался. Чтобы 1 сентября, скажу откровенно, прийти в аудиторию. И чтобы я внешне не отличался от детей, богатых родителей.